Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование книг Деяний Апостолов на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим девятую главу. Саввел же, еще душа угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет по следующему всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю, услышав голос, говорящий ему, «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Такие первые шесть стихов, которые мы читаем с вами в Деяниях Апостолов, не говорят о том, что Саввел, как мы и видели, дышал угрозами, и при его непосредственном участии был побиваем камнями Стефан, первомученик. Как и сказано было в восьмой главе, что он стоял, и все те, кто хотел нанести более сильные удары, сняв с себя одежды, сложили у ног Саввела. Мы видим, что здесь он выпрашивает письма, выпрашивает особые циркуляры для того, чтобы гнать Церковь Божию. Интересно, что бедодостопочтенный здесь замечает очень такую важную, на мой взгляд, деталь. Вот что он пишет. Он не сказал, Христос, что ты гонишь Церковь, последователей моих, но что ты гонишь меня. Ибо он сам в теле своем, в которой есть Церковь, и до ныне страждет от врагов. Об этих-то последователях, то есть о Церкви, он во всеуслышнее говорит, что они оказали ему благодеяние. И напоминает здесь Евангелие от Матфея 25-35. Алкал я, и вы дали мне есть. И объясняя сказанное, прибавляет, так как и вы сделали это одному из их братьев, моих меньших, то сделали и мне. Очень важное замечание, особенно для тех людей, кто разделяет Церковь и Христа. Здесь не сказано, Христа апостол Павел не гнал. Кого он гнал? Его последователей. Но Христос обращается к нему со словами, что ты гонишь меня. То есть Христос глава Церкви, как сказано в послании апостола Павла к Колосиным, а Церковь — это его тело. Поэтому он так и обращается к Павлу. И мы видим, что это удивительное событие, которое здесь произошло, и на котором сразу хочется говорить, но, на мой взгляд, немаловажны слова, с которыми именно обращается Христос к апостолу Павлу. Итак, мы видим, что Саввел видит это чудное явление Христа ему, идущим в Дамаск по дороге, и задает ему вопрос, кто ты, Господи? Почему апостол Павел задает этот вопрос, кто ты, Господи? Он хочет знать, с каким именем Бог явился ему. Для него, как он говорит сам и себе, иудей иудеев из колена Вениаминова, для него равина, учителя, члена Синодриона, человеку-ученого, очень важно знать имя. Потому как, с каким именем Бог являлся пророку Ветхого Завета, пророк, уже слыша имя и зная его значение, мог открыть уши своего сердца для того, чтобы услышать, что же Бог хочет сказать ему. Что это значит? Это значит, что у Бога, на самом деле, в Ветхом Завете, Бог является с разными именами своему пророку. Например, пророку Моисею, он явился с именем Яхвы. Пророк Моисей у него так и спрашивал, прежде чем идти за братьями своими, чтобы высвободить их из 430-летнего рабства из Египта, так и спрашивал, какое имя тебе, с каким именем я приду. Для Семита это было очень важно. Почему? Потому что имя, например, Яхва означало Бог Всеведущий и Милосердный. Имя у Бога множество имен, мы об этом как-то говорили. Саваоф, Адонай, Шадай, Эль, Яхве. И поэтому апостол Павел спрашивает, Господи, с каким именем? Саваоф, значит, люди забыли прославить Бога, если Бог является именем Саваоф. Яхва, забыли о том, что Бог Творец, Промыслитель этого мира, Он единственный собственник во Вселенной. Шадай и другие имена, каждое имя имеет свое значение. Так имя Иисус Христос тоже имеет свое значение. Христос, Помазанник, Иисус Ишуа, Спаситель. Я Спаситель, Которого ты гонишь. Тот, Которого весь народ, Тот, Которого весь народ израильский, ждал и чаял. Во всех ветхозаветных пророках и пророчествах было сказано именно о нем, о Христе. Поэтому он слышит это имя. Я Иисус, Которого ты гонишь. В трепете и ужасе, Как сказано далее, Сказал Господи, Что повелишь мне делать? Люди же, шедшие с ним, Стояли, Овцепенели, Слыша голос, А никого не видя. Саваоф встал с земли, И с открытыми глазами Никого не видел. И повели его за руку, И привели в Дамаск. То есть Савал ослеп, Как об этом будет сказано, В дальнейшем на три дня. Его слепота, Физическая слепота, Дала ему прозрение духовное. Так иногда Бывает и посылается немощь какая-либо человеку. И эту немощь надо претерпевать, Помня о том, Что Бог, И если ему угодно, Он исцелит человека. А если не угодно, Оставит в этой немощи. Для чего? Для пользы спасения Человеческой бессмертной души. Так и дальше мы читаем, В три дня Он не видел и не ел и не пил. Три дня Ничего не видел, Не ел, Как сказано, И не пил. Вот что об этом пишет Амрус Семидиоланский. Цитата. Это помрачение Не слепоты. Это помрачение Не слепоты По благодати В конце концов И Марии говорится Дух Святый Найдет на тебя И сила Всевышнего Осенит тебя. Мы видим, Что здесь Сам Христос явился Ему И благодать Святого Духа Она Ослепила на какое-то время Этого противящегося Своим Духом Савла Идущего против вражна. Так же и Богородице Явился Дух Святой И было сказано Дух Святой Найдет на себя И Всевышний Осенит тебя. Как апостолу Павла Явился Христос И Духом Святым Впоследствии Он будет крещен Так и Богородица Духом Святым Была осенена. Почему я это все говорю? Я хочу просто спросить У протестантов. Почему в таком случае Вы почитаете Апостола Павла А Богородицу Пренебрегаете Как еретики Нестарианцы Были такие Говорят, что Она просто Христородица. И там и там Есть осенение Святым Духом. Итак, мы читаем Далее, что В 10 стихе В Даманске Был один ученик Именем Анания И Господь В видение Сказал ему Анания Он сказал Я Господи Господь же сказал ему Встань Пойди на улицу Так называемую Прямую И спроси В Иудином доме Тарсянина По имени Савл Он теперь Молится И видел В видение Мужа Именем Ананию Пришедшего К нему И возложившего На него Руку Чтобы он Поразрел Анания Отвечал Господи Я слышал От многих О семь человеке Сколько зла Сделал он Святым Твоим В Иерусалиме И здесь Имеет От первосвященников Власть Вязать всех Призывающих Имя Твое Но Господь Сказал ему Иди Ибо он Есть мой Избранный сосуд Чтобы возвещать Имя Мое Пред народами И царями И сынами Израилевыми Видим Что Анания Является Сам Господь Иисус Христос Кто такой Анания Это апостол Из семидесяти Апостол Из семидесяти Он посылается К Павлу Почему Вот свидетель Иоанн Златоуст Спрашивает И отвечает На этот вопрос Цитата Почему Кого-либо Из первого Верховных Апостолов Не призвал И не послал Господь Для оглашения Павла И отвечает Потому что Ему следовало Быть Введенным В церковь Не людьми Но самим Христом И этот Анания Ничему Не научил Его А только Крестил По крещении же Павел Тот час Получил Великую Благодать Духа За ревность И великое Усердие Впрочем И Анания Был из числа Весьма Известных Конец цитаты Амвросий Амедиаланский Отвечает На вопрос Почему Он был Избранным Сосудом Смотрите Как он пишет Очень кратко И все понятно Цитата Почему апостол Павел Является избранным Сосудом И отвечает Очевидно потому Что он Сосуд Закона И хранилище Священных Писаний Конец цитаты Действительно Он был Человеком Ученым Действительно Господь его Избирает Для того Чтобы Он мог Проповедовать Слово Божие Как он здесь и говорит Что он Мой избранный Сосуд Для чего Для чего Избранный Сосуд Чтобы просто Сидеть и Наслаждаться Благодатью Чтобы просто Самолюбоваться Вот какой я избранный Посмотрите на меня Со всех сторон Сейчас еще вот так Вот у зеркала Повернусь Нет Не для этого Для чего же Для того Чтобы возвещать Имя мое Пред народами Царями И сынами Израиль И мы знаем Что апостол Павел Действительно Как избранный Сосуд Божий Будет проповедником И побоюсь этого Слова Всего Средиземноморья Сколько им Основано будет Церквей Божьих Коринфской И других Церквей В Галате И прочее В Риме Он будет Укреплять Общину Я покажу ему Сколько он должен Пострадать За имя мое И далее Мы читаем с вами Ананя вышел Пошел и вышел Из дома И возложив На него руки Сказал Брат Савл Господь Иисус Явившись Тебе на пути Которым Ты шел Послал меня Чтобы ты Прозрел И исполнился Святого Духа Мы видим Несмотря на то Что апостол Павел Был Встречен Самим Спасителем На пути В Дамаск И сам Христос Ему явился Он Апостол Нуждается В присоединении К церкви Анания Ему говорит Всего несколько Слов Дух Святой Уже Наставил Его Было Наставление Он не нуждался В каком-либо Научении Как говорит Об этом Иоанн Златоуст Но тем не менее Он нуждался В присоединении К церкви Через Ананию Через заложение Рук Этого апостола Из семидесяти Он присоединяется К церкви Божией Это очень важное Замечание И тот час Как бы сказано Чешуя Отпала От глаз Его И вдруг Он прозрел И встав Крестился То есть Он принимает Водное Крещение Необходимое Для этого И с этим Мы будем Сталкиваться И увидим Это и в другой Главе Когда будет Говориться Корнили Что и там Язычники Примутся Начало Благодательства Духа А потом Крестятся Мы к этому вопросу Коснемся Нет никакого В полном смысле Этого слова Противоречия Встав Прозрел И крестился Но видим Что для того Чтобы прозреть Необходимо Присоединиться К церкви Я вот Занимаюсь Реабилитацией Людей Отпавших От православия И стою Экспертом В комиссии При Прихоренном Совете Города Москвы И знаю Не понаслышке Ввиду приема Этих людей Что сами люди Свидетельствуют Что вот До того Как они готовились Очень много материалов Приходится И самостоятельно Осваивать И приходить На специальные Лекции Беседы Но Все они Свидетельствуют В один голос После того Когда они Причастились Святых Христовых Тайн Удостоились Божественной Евхаристии Благодарения Совсем Все по-другому Говорят И священное писание Начали читать По-другому И прям так говорят Как будто С глаз пелена Какая спала От апостола Павла У него тоже Присоединившись Церкви Спала Некая Шелуха И пелена Или куда-то Было какое-то Отпадение Говорят Не этот ли И этот что ли И Саул что ли Во пророках Как говорили раньше В Ветхом Завете Господь Сам знает Кого избрать И кого призвать В какой момент Например Блаженный Августин Сколько ему пришлось У него там И внебрачный ребенок был И пока его мать Не вымолила Сколько ему пришлось Эти В астрологию Он там впадал Он покаялся И Шелуха Спала Присоединился И вообще даже Наверное Испуги Они же знали его Лично Лично знали Кто это такой Теперь он говорит Совсем другое Приводил их В замешательство Как сказано Савл Более и более Укреплялся И приводил В замешательство Иудеев Когда же Прошло Довольно времени Иудеи Согласились Убить его Вот Единственный способ Когда заканчиваются Словесные аргументы Знаем что Произошло И с моим отцом И с другом Отцом Данилом Сысоевым Еще хорошо его знал Мы вместе Преподавали В Пиреновской семинаре Я преподавал Сектоведнию Он миссиологию После того Когда его убили Я стал преподавать Еще и миссиологию И видел этот журнал Который мне тогда Передали в ноябре месяце Где еще были Его записи Его темы Которые он Записывал В этом журнале Не хватило Аргументов Не хватило слов Он часто вступал В диспуты С мусульманами Ну Кровь мучеников Это семя христианства На самом деле Если они думают Что можно убить Здесь Человека То на самом деле Нельзя убить Его живую душу Итак Они Видите Аргументов Не хватает Ничего ответить Не могут Мысль одна Убить Но Саввел Узнал об этом Умысли их А они день и ночь Стерегли его рот Чтобы убить его Ученики же ночью Взяв его Спустили по стене В корзине Саввел Прибыв в Иерусалим Старался приставить К ученикам Но все боялись Его не верят Что он ученик Видите Саввел бежит Но на самом деле Мы не видим Что Саввел Сам испугался Несказанно И убежал Мы видим Что ученики Заботятся о нем Чтобы его не убили Почему они о нем Заботятся Потому что они Знают Какое поручение Дано ему Самим Христом Какое Сказано выше Но Господь сказал Когда он говорит Анании Иди Ибо он есть Мой избранный сосуд Чтобы возвещать Имя мое Пред народами И царями И сынами Израилева На самом деле Братья и сестры Это нам с вами подсказка Берегите проповедующих В своих церквях Если вы будете беречь Только деятелей То на самом деле Да Как еще сказано Есть такая пословица Берегите работающих А то останутся Только проверяющие Действительно Берегите тех Кто проповедует Слово Божие Кто Не боится И говорит об этом Они нуждаются В таком вот Попечении Как апостол Павел Нуждался в этом Варнава же Взяв еще Пришел к апостолам И рассказал им Как Варнава взяв его Павла Рассказал апостолам Да Как на пути Он видел Господа И что говорил ему Господь То есть видим Что боятся Ну конечно Вот он был гонитель А теперь Вдруг становится Был человек Убийца А здесь вдруг Становится Проповедником Имя Христова Воскресение из мертвых И в Дамаске Смело проповедовал Во имя Иисуса Мы видим Что он проповедует Иисус как сына Божия И пребывал Он с ним Входя и исходя В Иерусалим И смело проповедовал Во имя Господа Иисуса Говорил так же Состязался с еленистами А они покушались Убить его Опять Трижды мы уже встречаем Покушались убить Сначала иудеи Теперь еленисты За что? За проповедь Божию За то Что они хотели Слышать того О чем им проповедовал Апостол А о чем же он Проповедовал? О жизни Это действительно Безумие с их стороны Им говорят О спасении А они Замышляют Как убить Но На самом деле Не надо думать Что Это происходило Просто С ними По-человечески Это и на духовном уровне Дело в том Что Федор Михайлович Достоевский Об этом Очень хорошо Заметил В своем произведении Он говорил так Что Борьба идет Между добром И злом А ареной борьбы Является Человеческое сердце Но конечно же От человека Много зависит В какую сторону Человек Повернет Свой Разум И Свои Намерения Итак Мы видим Что он проводит Диспуты Но и те И другие Ищут Как убить его Братья Узнав Осем Отправили Его В Кесарию И Препроводили В Тарс Видите Опять Забота Там В корзине Спускают Здесь Узнают Что Ага Иллинисты Замышляют Убить Опять Заботятся О своем Да Апостоле И проповеднике Церковь же Во всей Идеи Галилеи Самарии Была В покое Назидаясь И ходя В страхе Господнем И при утешении Святого Духа Умножались Не случайно Здесь такой переход Делает Евангелист Лука Дело в том Что сейчас Речь пойдет Об апостоле Петре И чтобы Не думал Кто из нас Как пишет Об этом Свидетель Анзо Что апостол Петр Да Испугался И вот он уходит Из Иерусалима Нет Он уходит Из Иерусалима Когда и там Более-менее Все Уладилось И теперь Чтобы не думать Что он уходит Куда-где Поспокойный Ну и в этих церквях Нет гонений Он уходит Но сказано Что церкви Умножались Что для каждого Миссионера Большая радость Когда есть люди Когда умножаются Их там Духовные школы Скажем Такие Просветительские Это всегда радость Что люди Неравнодушны К чению Слов Божьих И как мы читаем В 32 стихе Случилось Что Петр Обходя Всех Пришел И к святым Живущим В Лиде Святыми Назывались Люди Избранные В общем-то И мы Просим Владыка Святые Или мы Просим Друг друга Помолись Вашими Святыми Молитвами Святой Не означает Безгрешный Некоторые люди Неправильно Понимают Это слово Святой Это человек Который призван То есть сказано Вы святые И вы храм Святого Духа То есть Святой Это каждый христианин Можно назвать В той или иной мере Так как Помазанным Святым миром Человеком Святым Но конечно В нашей традиции Мы понимаем Что Святой человек Это тот На который Церкви Канонизирован И дается нам Как образец Для подражания Тот кто По Мере своей веры И по мере Подвижнического Такого Жития Действительно Удостоился Быть святым В полном Смысле Этого слова Лучше сказать С большой буквы Что ли Ну а так На самом деле Можно сказать Что Каждый человек В какой-то мере Он свят Потому как Мы причаиваемся Святых Христовых Таин Конечно Не без греха И конечно Кто говорит Как сказано Что без греха Тот лжец и нет В нем правды Поэтому здесь Говорится так Что это были Избранные люди То есть Это была Церковь Божия В Лиде Там нашел Он одного человека Именем Инея Который восемь лет Лежал в постели В расслаблении Петр сказал ему Иней Исцеляет тебя Иисус Христос Встан с постели Твоей И он тотчас встал Видите Он сказано Что апостол Петр Сначала обходил Церкви Божией Церкви Божией Но Как бы По пути Он творит И дело Исцеления То есть Это говорит о том Что Апостольским деланием Было не главное Творить чудеса И даже Исцелять людей От болезней И даже Как мы увидим Дальше Воскрешать Из мертвых Главная Их цель Была проповедь Евангелия А это он делает Как бы даже В самом повествовании Евангелиста Луки Это видно Что ну как попутно Пришел Ну вот человек болеет Есть такая Возможность помочь Конечно Надо помочь То есть Всегда Мы говорили об этом раньше Всегда Нужно Понимать Что есть Определенная Иерархия Иерархия ценностей В церковной жизни На первом месте Проповедь Слово Божие И делом И словом И жизнью Насколько это возможно Второе Это Следующая часть Там Исцеление И все прочее Помощь Социальная помощь И третье Там уже все Со всем остальное Там технические Какие-то Сооружения И прочие-прочие вещи Поэтому Именно так И далее мы Читаем 35 стих И видели его Все живущие В Лидии И в Сароне Которые Обратились К Господу В Иопии Находилась Одна ученица Да вот Обратились к Господу Не хотел бы Опускать этот момент Они видят Исцеление Этого человека И не Как сказано Знамение Не для верующих А для неверующих В первом послании Апостол Павла Коринфянам 14 глава Так и сказано Знамение Суть для неверующих А не для верующих То есть Что это значит Чудеса Они творятся Для того Чтобы привлечь людей И чтобы они Как-то Встряхнуть их От обыденной жизни Но не для верующих Ну я не знаю Что для верующих Мне иногда говорят Там икона замироточила Я говорю Ну и слава Богу Хорошо Замироточила Слава тебе Господи Значит Вот ну Какая-то может Там благодать Кого-то это укрепит В вере Для верующего человека Это есть Но есть и есть Принимаем как есть Какого-то такого Прям ажиотажа Что давайте все Сразу туда устроим Паломническую поездку Ну не следовало Вот так уж Прям искать чудеса То есть И гоняться за чудесами Почему Потому что придет Главный чудесник То сказано Придет как ангел света Да И такие чудеса Будет творить И поэтому Кто скажем Свой разум И свою волю Приучил К исканию Вот этим чудесам И только выискивать Как сказано Что придет Так что даже Обольстит И избранных Будьте внимательны Говорят слышанному Чтобы не отпасть Потому что придет И прельстит Даже избранных И далее мы видим В Иопии находилась Одна ученица Именем Тавифа Что значит Серна Она была Исполнена Добрых дел Творила много Милостей Случилось в те дни Что она Занемогла И умерла Ее омыли И положили В горнице А как Лида Была близ Иопии То ученики Услышав Что Петр Находится там Послали к нему Двух человек Просить Чтобы он Не замедел Прийти к ним Петр Став пошел С ними И когда он прибыл Ввели его В горницу И все вдовицы С слезами Предстали перед ним Показывая рубашки Платья Какие делала Серня Живя с ними Петр Выслал всех вон Преклонив колени Помолился И обратившись К телу Сказал Тавифа Встань И она Открыла глаза Свои И увидев Петра Села Он Подал ей Руку Поднял ее Призвав Святых И вдовиц Поставил ее Перед ними Живою Это сделалось Известно По всей Иопии И многие Уверовали В Господа И довольно Дней Пробыл он В Иопии У некоторого Симона Кожевника Такая Такая История Связана С Исцелением Тавифы Серны Вот что Пишет Об этом Свидетель Анзотоу В цитатах Она была Говорит Исполнена Добрых дел И творила Много Милостей Великая Похвала Для жены Великая Похвала Для жены Если Те И другие Она Творила Так Что Была Исполнена Тех И Других Да Дел И Милостей И наперед Как видно Она Прилагала Попечение О первых А потом О последних Какие Делала Серна Говорит Живя С ними Великая Смириномудрия Не так Как мы Но Они Были Все Вместе Прилагая Великое Попечение О милостей Конец Ситаты Вот На самом деле У бед Достопочтенного Есть Достаточно Пространная Цитата Но Она Настолько Интересна И Поэтому Я Знаю Что Есть Формат Нашего Времени Но Я Не Хотел Убрать Из Сегодняшней Беседы Смотрите Цитата В Вопе Находилась Одна Ученица Именем Тавифа Что Значит Серна То есть Козочка Или Дикая Коза Означает Лишь Означает Же Она Души Возвышенные Из-за Стремления К Добродетелям Но Достойные Презрения По Мнению Людей Блаженный Лука Не Стал Развивать Объяснение Этого Имени Если Б Не Полагал Что В нем Заключена Большая Тайна Козочка Серна Это Животные По Природе Похожие Но По Разуму Разные Живущие На Высоких Горах И Даже Издалека Видящие Всех Кто Идет Поэтому Из-за Остроты Зрения Они Называются По Гречески Газелями Так Бесспорно И Святые Обитающие Благодаря Своим Делам В Горних Мысленным Созерцанием Мудрствуя Стремятся К Небесному И В то же Время Осторожно Внимают Себе Ведь То Что Это Животное Является Чистым По Закону По Робким И Миролюбивым Но Робким И Миролюбивым По Природе Своем Состоянии Позволило Мирцалу Одному Из Историков Описывать Их Говорить Вепрь Внушает Страх Зубами Рога Защищают Оленя А Мы Миролюбивые И являемся Только Добычей Разве Это Ясно Не Означает Тех Кто Старается Жить Просто И Разумно Поступать Словно Ступать Раздвоенными Копытами И Постоянно Размышлять Повторяют Постоянно Размышляя Повторяют Слово Божие Такие Люди Если Даже И Встречают Духовную Смерть По Невежеству Или Слабости Благодаря Непорочности Устремления Заслуживают Восстановление Что произошло С самим Петром К которому Непосредственно Может быть Отнесено Написанное О серни Конец цитаты Вот такая Интереснейшая Цитата Он сравнивает Да Этого Животного С Действительно С человеком Который Способен Смотреть И вдаль Вот Да Вот Интересный Еще вопрос Который Здесь Возникает Почему Они ждали Пока Она умрет Неужели Нельзя было Не умирать Коль Человек Такой Добродетельный Хороший Зачем Смерть Посылается Смотрите Пишет Златоуст Об этом Почему Ждали Пока Она умрет Почему Не Утруждали Петра И прежде Этого То есть Чтобы она Не умерла Прийти И как И не Исцелить И отвечает По любомудрию Они считали Недостойным Утруждать Учеников Ради Таких дел И отвлекать Их От проповеди Так пишет Светлана Златоуст Поэтому И говорит Что Петр Находился Недалеко Чтобы показать Что они Просили об этом Как бы случайно А Тавифа Была ученица Но не нарочито Просили об этом Такие Слова Да Итак Мы видим Что вот эти события Которые здесь происходят Обращение апостола Павла Несколько раз Замышляют Его убить То что Дальше говорится Об апостоле Петре Который воскрешает Который исцеляет Инея И здесь Говорится о Тавифе Которую он воскрешает Из мертвых Но очень важное Замечание Делает то Что о чем мы с вами Говорили выше Светлана Златоуста Почему Говорит Не отвлекая Почему они Сразу не позвали Ее пока не умерла Смотрите Как об этом Ясно сказано Чтобы не отвлекать Учеников От главного От чего От той заповеди Которую Господь Поручил Своим апостолам Идите Научите все народы Крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа Учая их соблюдать Все Что я Заповедовал Вам Аминь Субтитры 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 Субтитры